Малых форм хозяйствования С 25 по 28 февраля проводит Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса. Курсы предназначены для фермеров, членов сельскохозяйственных кооперативов и ЛПХ, руководителей и специалистов отделов сельского хозяйства районных администраций. Для Алтайского края подобное направление особенно актуально, поскольку фермерский сектор в регионе становится все более эффективным. Подробнее об этом в следующем сюжете. Сегодня на Алтайской земле праздник. Я выражаю искренне слова благодарности всем человодам, кто организовал этот праздник для краевой столицы и наших гостей. Добрая традиция проведения в августе медовой ярмарки в Барнауле началась с принятия краевого закона о пчеловодстве и при активном участии Ивана Лора, который на тот момент возглавлял краевой парламент. С 2011 года законодательно 14 августа был закреплен как региональный праздник пчеловодов. Такой выбор был связан с православным обычаем – отмечать в этот день медовый спас. Я, значит, со своей стороны хочу вас всех поздравить с началом поста, с праздником медового спаса, спаса всемилостивого и, конечно же, вместе со своими священнослужителями осветить эти дары природы, дары божьей, дары пчел. Изначально в этот день на центральной площади Барнаула алтайские пасечники начинали продажу своей продукции. Длилась ярмарка всего несколько дней. Ее целью было организовать продажу меда напрямую от пасек. Жителям краевой столицы полюбилось это мероприятие. По многочисленным просьбам медовая ярмарка стала длиться весь август. Уже благословение Божие всегда будет с теми, кто трудится, подражая пчелам, как пчелки. И чтобы у них был успех, а у пчел было желание трудиться на нашей алтайской земле, в этом мы не должны мешать. Без пчелы здоровые, значит, здоровая атмосфера и здоровая экология. Вот это всегда надо помнить. По итогам нынешней ярмарки пчеловоды продали более 55 тонн мёда. А вот дополнительные продукты пчеловодства, такие как перга, маточное молочко, подмор и многое другое, уже никто не учитывал. За последние годы производство мёда в Алтайском крае значительно возросло. Так, по данным статистики, самый маленький сбор мёда был в 2003 году – 1 тысяча тонн. В 2015 году его производство увеличилось почти до 5 тысяч тонн, а к 2017-му прибавили ещё 3 тысячи тонн. Как говорят, пока живёт пчела, будет жить человечество. Я искренне благодарен за ваш труд той многотысячной армии пчеловодов, которая не только обеспечивает рабочие места, занятость, доходность своих хозяйств, ну и, конечно, поддерживает бренд Алтайского края. Алтайский мёд известен не только в России, но и далеко за её пределами. Уже длительное время Алтай удерживает за собой абсолютное лидерство в Сибири по производству этого сладкого продукта. Более половины его объёма, произведённого в Сибирском федеральном округе, приходится на долю алтайских пасечников. В России это уверенное третье место, а в общем объёме около 6-7%. Ещё одним ярким событием для краевой столицы стал фестиваль фермерской еды «Свое». Он был организован по инициативе Россельхозбанка. Такие мероприятия банк устраивает третий год, выбирая разные города России. Нынче фестиваль впервые прошёл в Сибири и именно в Барнауле. Начали мы именно с Барнаула. Это не случайно, потому что эта земля богата своими традициями, сельское хозяйство, фермеры, личные подсобные хозяйства, много вкусной, хорошей еды. Это всегда очень приятно. Мы видим, что и фермеры, и малые предприятия, и самые главные люди со своей инициативой в очень непростом, нелёгком труде выращивают, производят, делают. Вот то, что сегодня все мы увидим, сможем продегустировать, купить. Продовольственные товары представили фермеры Алтайского края, Республики Алтай, а также Новосибирской и Омской областей. Было около ста участников. Посетителям предлагали попробовать и купить мёд, ремесленные сыры, молочные продукты, свежие овощи, травяные сборы и чаи. Я думаю, что надо рекламировать наш Алтайский край, потому что он лучший. Я сейчас подругу подожду и пойдём с ней всё попробуем. По задумке организаторов, такой фестиваль должен помочь аграриям, расширить рынок сбыта и открыть небольшим хозяйством новые возможности развития. Колбаски-охотничьи, рёбрышки, корейка, вырезка охотничья и жареные куриные колбаски. Подходим, пробуем! Среди участников ярмарки фермерской еды было немало и таких, кто уже получил от государства реальную финансовую поддержку и успешно применил её в своём производстве. Должподдержку полтора миллиона дали нам год назад, и мы приобрели новый котёл, новый автомобиль, УАЗик у нас, молоковоз, и мы растём. Желание есть ещё расти, потому что увеличивается объём, и пока смотрим, что там дальше будет. Обладателем гранта несколько лет назад стал и пчеловод из Калманского района Алексей Наденко. Это позволило ему увеличить количество пчелосемей. Стараемся ассортимент держать, почему мы и кочуем, чтобы несколько сортов мёда быть, чтобы на рынке как бы выглядеть более-менее. Тут немножко некоторые цифры так подвели итоги, но скажем, за последние 8 лет более 300 фермерских хозяйств у нас получили государственную поддержку, но общую сумму около миллиарда рублей. Вот как бы так, наверное, это прямая поддержка именно фермерских хозяйств. Мы и дальше собираемся развивать меры поддержки. И прямые гранты, субсидии, они сохранятся. А вот сельскохозяйственный кооператив «Дружба», расположенный в Целином районе, объединил 9 хозяйств и 1 ЛПХ из разных уголков края. Все занимаются интенсивной технологией развития мясного скота. Создав кооператив, они смогли реализовать в 2017 году грандиозный проект по строительству и оборудованию цеха по убою скота, разделке и переработке мраморного мяса. По качеству и технологическим особенностям аналогов ему в крае нет, а в России – единицы. Стоимость такого цеха составила почти 70 миллионов рублей. Половина из них были средства гранта. Ну что, как это? Плата-яга поглощали? Прятом. Спасибо. Спасибо. В этом году запустили новую упаковку, конкретно способную на нашем рынке. Будем продвигать родницу не только, чтобы в ресторане можно было попробовать, но и дома на сковороде. За границу ведемцы где-то? Сегодня? Пока нет. Пока только пытаемся делать документы на Казахстан, попробовать. Алтайский край традиционно является территорией, на которой с избытком производится сельскохозяйственная продукция. По официальным данным, ее около 70% вывозят за пределы региона. В последнее время все большую поддержку получает экспорт. Без сомнения будем продолжать работу, связанную с продвижением на рынке сбыта нашей продукции. Не только в тех регионах, где наши фермеры работают, но и за пределы, и края, и, например, страны. Это вполне посильная, возможная задача. Мы должны там почти в два с половиной раза увеличить объемы экспортируемой продукции. И здесь вклад фермеров будет, безусловно, тоже высок вместе с другими хозяйствами. Но и отдельный есть федеральный проект, мы в нем участвуем. Такой, как создание условий для развития фермерства и сельхозкой операции. В этом году в 13-й раз прошел фестиваль «День мясного гурмана». Здесь посетители знакомили с изобилием колбас и деликатесов. Как и другие продуктовые фестивали, этот день провели в формате семейного гастрономического праздника. Мы ведь у нас в нашем аграрном регионе уже стали привыкать к замечательным ярмаркам, выставкам, фестивалям. Все это свидетельствует о том, что действительно наша продукция сегодня востребована не только на территории Алтайского края. Нам надо иметь очень большой аппетит, чтобы все скушать. Мы готовы ее делиться и с субъектом Российской Федерации, и, конечно, за границу. Август в краевой столице оказался богат всевозможными вкусными мероприятиями. Вот и сегодня на соседней с ярмаркой меда площади раскинул свои шатры сырный праздник. Предприятие представили посетителям более ста наименований сыра. О подобном разнообразии в самом начале проведения краевого праздника даже не мечтали. А сегодня есть выбор на любой вкус. Похоже, что новичков на этой площадке бывает совсем мало. Большинство пришли, уже зная зачем. Мы спешим за папу болеть. Он сегодня у нас участвует в этом конкурсе. Сыр попробовать. На ярмарку сыра. Поучаствовать в мастер-классах. Сырчика купить. Сыры любимые. Кипринские. И узкалманские. По традиции в фестивале открыли церемонии дегустации сыра. В ней приняли участие победительница краевого конкурса «Лучший по профессии», студентка Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий Маргарита Панова, директор по производству компании «Киприна» Надежда Капанева и губернатор Виктор Томенко. «Отрасль сыроварения, сыроделания в Алтайском крае будет продолжать получать поддержку со стороны и государства. И мы здесь будем работать и в плане обеспечения научных исследований и подготовки кадров. Да и вообще, конечно, не останемся безучастны к потребностям и проблемам наших сыроделов». Фестиваль продолжил парад предприятий, которые участвовали в празднике. Таковых было более 20. Все активнее о себе начали заявлять фермеры. Они представили категорию сыров, изготовленных вручную. Постоянным участником краевых праздников стал уже известный алтайский американец Джастас Уолкер. Он получил в Солонежинском районе 100 гектаров земли и содержит на них 70 коз. «Настроение всегда хорошее, слава богу. Мы вот здесь на Алтае достигли вообще всех таких масштабов, которые когда-либо хотели. Это вот 100 гектаров, как бы такой вот уровень. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем будем просто, так сказать, идти вглубь, то есть сделать более лучшие продукты, хорошие, качественные». Как было отмечено на фестивале, объемы производства сыра на Алтае ежегодно растут. Так, в 2018-м этого продукта изготовили 93 тысячи тонн. По прогнозам руководителя пищевого ведомства «Края», в 2019-м производство сыра в отрасли должно прирасти еще на 3-4%. Большая его часть, до 70%, вывозится за пределы региона. Увеличивается и экспорт. В прошлом году алтайские сыроделы поставили за рубеж около 400 тонн сыра. А в этом только за первое полугодие – уже 600. «В этом году запускаются в Троицке дополнительные производственные мощности. Предприятия, которые входят в группу компаний «Столица молока», «БМК», также модернизируют, «Быстрянка» запустилась. По итогам прошлого года было чуть больше миллиарда рублей инвестиций. В этом году также ожидаем около миллиарда рублей. То есть основные игроки все ежегодно модернизируют, расширяют производство. Поэтому это реальные инвестиции в производство». Одним словом, у краевых сыроделов есть все предпосылки достичь в ближайшие годы нового рекорда. Произвести за сезон 100 тысяч тонн алтайского сыра. В текущем году переработка сахарной свеклы на Черемновском сахарном заводе продлится до марта. Рабочий сезон на предприятии будет дольше почти на полтора месяца по сравнению с прошлым годом. На это повлияло увеличение объемов производства сладкого корня алтайскими свекловодами. Прогнозируется, что нынче на заводе будет достигнут новый рекорд. Выработано около 160 тысяч тонн сахара. О трудовых достижениях других работников алтайского агропрома в рубрике Сергея Маркова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно рассказать сегодня о достойных людях, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и у которых подъедни свой собственный праздник. 20 января день рождения был у Светланы Кертнер, оператора машинного доения хозяйства «Октябрьское» Задального района. Трудится она в животноводстве 29 лет. В 2018 году Светлана Николаевна обеспечила надой 7706 килограммов на каждую корову. Труженица находится на хорошем счету у руководства предприятия, пользуется заслуженным уважением в коллективе. Благодаря таким дояркам хозяйство «Октябрьское» на протяжении уже нескольких лет входит в число лидеров в молочном животноводстве Алтайского края. 21 января с днем рождения поздравляли Сергея Букреева, руководителя хозяйства «Россия» Новичихинского района. Сергей Николаевич работает в нем уже 30 лет, 20 из них руководителем. По урожайности зерновых и зернобобовых хозяйство добивается из года в год высоких показателей. Средняя урожайность на его полях 22 сантиметра с гектара. Например, пшеница дает в среднем почти 25 сантиметров, а вот азим их намолачивает еще больше, до 30 сантиметра с гектара. Такие результаты стали возможны благодаря грамотному руководству Сергея Букреева и, конечно же, слаженной работе всего коллектива. Для всех, кто в эти дни отмечает свой день рождения, в нашей программе музыкальный сувенир. Время не прячет правды К нам с тобой судьба, хозяйка зла Разбрелись дороги Унеслись с собой тревоги И любовь твоя печалью поросла Время Оно без сердца Слез не проливает В тишине Где ты, мой хороший Что тебя сейчас тревожит И что снится В сокровенном Самосне Время Оно без сердца Оно, как деньги Рашвырялась молодость С собой Знаю, мой хороший Тебя многие пригожат, Но любовь твоя осталась здесь злой. А помнишь, как к тебе бежала я с утайкой, Как целовал меня в наивные глаза? Время, его не слышно, Лишь крадется ворон за спиной. Знаю, мой хороший, Тебя сейчас тревожат, Вихри юные повисли сединой. А помнишь, как во мраке кровь моя пылала, И как шептал ты мне те страстные слова? Время оно не лечит, Лишь жестоко давит тишиной. И знаю, что заметишь, Не одна я в целом свете, Но любовь твоя хранится здесь, С виной. На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, Кто растит и производит продукты питания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова